На завтрак, потому что я не могу так долго не есть, а в 9 у меня уже была практика, поэтому сейчас мы с вами почаевничаем, я поеду опять же на работу, приготовлю сейчас себе чай, и вы знаете, мне очень нравится вот этот вот сахар невский, колотый тростниковый, вы знаете, он такой вкусный, и вот я иногда себе позволяю попить чай с сахаром, мне это очень нравится. Я кладу один такой кубик, квадратик, и сейчас размешаем, и с лимончиком вот этот вот Spring Melody чай, Spring Melody, мед, либо вот этот сахар, лимон, идеальное сочетание, это прям можно действительно покайфовать, покайфовать. Что у меня с шеей? Сделала биоревитализацию, сделала биоревиолитализацию, видите, в папулках вся шейка у меня, грудка, ручки, животик, ножки, в общем, все, все тело я сделала био, четвертый раз, все, четвертая процедура, и ручки все сделала. Александр, доброе утро, вы любите кино? Да, я, да, нормально отношусь к кино, даже на своем курсе я даю по правильному питанию, я даю обязательно эту крупу, потому что кино, оно полезно для организма, очень легко усваивается, не так, как быстрые углеводы, например, как рис, потому что рис проваливается камнем, а кино и богато еще плюс ко всему растительным белком, поэтому кино очень я люблю и уважаю эту крупу. Но сама готовлю ее нечасто, вот у меня закончилось, как-то вот я прям не бегу сразу покупать, когда у меня заканчивается кино. Я вообще к крупам отношусь весьма спокойно, вот я в основном по белку, я в основном по каким-то протеиновым вещам, вот это я люблю, а вот как-то к крупам я равнодушна. Ровна и душна, как говорится. Так, сейчас, ровна и душна. Так, добра утречка, хорошего, позитивного дня, доброе вам прекрасного утра. А к булгуру никак, вот никак, к булгуру для меня он немножко, он вкусный, я ничего не могу сказать. Понимаете, я вам тут не советчик, потому что я не люблю крупы, я к ним очень равнодушна. Вот кто-то жить не может, например, там люди делают мясо, либо рыбу, обязательно им нужно рис делать, там картошку отварить. У меня как родители живут. Я вообще к этой категории не отношусь, мне наоборот, не надо ничего отваривать, мне вкуснее с овощами. А если крупа, то это отдельно от белка, вот у меня так бывает только. Ну, единственное, что я могу крупу съесть с яйцами, но я не буду есть с рыбы, например, рис, я с рыбы съем лучше овощи и так далее. Доброе утро, ваши тюльпанчики, да, мои тюльпанчики распустились красиво. Я везде их за собой таскаю, потому что мне очень нравится, как цветочки и в кадре меня радуют. Вообще, меня радуют цветы. Естественно, девочка должна иметь цветы, смотреть на них, потому что я считаю, что любой цветок, который перед нашими глазами, перед женскими, он наполняет нас энергией. Но не зря же говорят, что мы бутоны, которые распускаемся, мы цветы. И, конечно, эта взаимосвязь с природой нам, женщинам, вообще необходима. Мужчина, в принципе, она особенно не нужна. Мужчинам нужно что, пойти, образно говоря, мамонта убить и принести, чтобы женщина его приготовила. Если брать, как все начиналось, эволюция вообще отношений. А женщина, она цветы, она ухаживает, она выращивает, она взращивает, она наблюдает, она созидает. Женщина, она созидательница абсолютная, на мой взгляд. Я не понимаю, почему раньше мне вообще неинтересны были цветы. Я как будто бы жила в каком-то другом мире. Я была очень таким человеком, который не хотела уюта. Мне это было вообще не нужно. И, наверное, первая квартира, а поменяла я квартир много за свою жизнь. И в Москве жила, там и за городом я жила. Это первая квартира, которую мне захотелось так сильно, так рьяно обустраивать. И прям желание такое проснуть. Как избавиться от навязчивых мыслей? Мысли, отвлекать себя чем-то. Вы знаете, чем я занимаюсь каждый вечер? Потому что у меня тоже есть какие-то мысли. Я не могу сказать, что они сильно меня разрушают или какие-то навязчивые. Но эти мысли, которые... Сейчас у меня на самом деле положительные очень мысли. У меня очень хорошая мыслеформа. Я, дай бог, если у нас сейчас получится сделать новый проект. В общем, мы тоже сейчас обсуждаем. Поэтому у меня очень хорошие мысли. Но меня, наоборот, разрывает от какого-то, знаете, счастья что ли внутреннего. И чтобы как-то это в себе погасить и оставить. Потому что что такое навязчивые мысли? Неважно, позитивные или негативные. Это растратчики нашей энергии. Они забирают у нас энергию. Поэтому мысли нас выматывают. Любые. А, кстати, радостные мысли выматывают больше, чем негативные. Запомните, радость поглощает больше энергии, чем негатив. И как я борюсь с этим? Я ухожу в йогу. Я ухожу в спорт. То есть я каждый вечер прихожу. Я отрабатываю стойки. Я ложу сейчас... Вчера легла в час ночи, потому что не могла остановиться. Я делала пинчи. Вот я сейчас выложила. Все. Я делала на руках стояла. Мне очень хочется освоить. Все лучше и лучше. То есть я ухожу в это. Я переключаю свое внимание. Я смотрю фильмы. Я переключаю свое внимание. Я иду по улице. Я переключаю свое внимание. Я убираюсь в квартире. Я переключаю свое внимание. И навязчивые мысли в итоге отступят. Потому что ты начинаешь заниматься то, что нужно тебе. То, что тебе нравится. Понимаешь? То есть у меня навязчивая мысль. Неважно, плохая либо хорошая. Я вчера пошла, и я поняла. Я должна себя как-то порадовать. Я купила себе букеты цветов. Я купила себе какие-то вазочки. То есть я потом после работы прошлась по магазинам. Просто посмотрела. Купила себе какао. Что я делаю? Я постоянно обновляю себя. А купила себе полотенце. Кстати, купила полотенце за 400 рублей. И очень счастлива. В магнит косметик вчера зашла. Поэтому вот тут ты начинаешь как-то немножко себя отвлекать самостоятельно. И что происходит? Происходит то, что ты начинаешь наконец-то погружаться в себя. И понимать, блин, а как мне вот это нравится? А почему я раньше этого не делала? Эти навязчивые мысли, они постепенно уйдут. Единственный момент. Если ты поступила плохо, и у тебя гложет чувство вины, и эта навязчивая мысль, это абсолютно другое. Тут уже совершенно другая история. Благодарю, Сашуль, да, постоянно эти негативные мысли устало уже. У вас глаза улыбаются очень, ты чувствуешь. Саш, как ты относишься к молодым бывшим участникам Дома 2? Ира, Арай, Марианна, Рома, много же таких молодых, которые деньгами раскидываются. Дорогие машины, квартиры и так далее. Где правда? Кому верить? А зачем вам это? Я даже немножко не поняла вопроса. Как я отношусь к этим ребятам? Нормально. Почему даже надо к ним плохо относиться? Я их не знаю, я с ними не общаюсь. Я с ними ничего не делила. Молодцы. Живут так, как они живут. Вы понимаете, почему-то человек возомнил из себя, каждый человек, и я была в этом числе, не буду скрывать, возомнили о себе, что мы судьи, что нам нужно во всем разобраться. А нам не нужно ни в чем разбираться. Кто вам Ира? Кто вам Арай? Кто вам Марианна, там каких-то вы еще назвали людей? Я просто знаю Иру и Араю, потому что с Ирой Пинчук я была на проекте, и Арай тоже был на проекте, когда я уже работала педагогом. Поэтому я знаю этих ребят. Кто они вам? Зачем вам в этом разбираться? Это их жизнь. Как можно к кому-то относиться? Какая разница? Я не понимаю. Какая мне разница? Если меня бы спросила Ира и Арай, как ты считаешь, я нормально живу? Может быть, я бы еще смогла бы подискутировать на эту тему. А тут когда... Чуть вообще не понимаю. Александр, выпили когда-то ячмень без кофеина. Вам нравится? Когда-то ячмень... Не знаю. Вы еще сотрудничаете с салонами Красного? Очень давно уже мы разорвали все контракты. Я продала свою долю и нет, не сотрудничаю. Саша, доброе утро. Сейчас пробовал как-то и стойку на руках. Это очень сложно, а со стороны кажется легко. Это... Это мега сложно. Вот на... Не на руках. Я же сегодня выложила... На руках-то понятно. А на локтях еще сложнее, чем на руках. Мне казалось, что на локтях проще стоит. Вот это пинчо, то, что я сегодня показывала в последнее видео. Это настолько сложно, потому что на руках все равно как-то... Или мне просто уже легче на руках, потому что я ее осваиваю. Короче, не знаю. Но все это на самом деле сложно. Я тут человек, который еще в 30 лет... Я не могла вот так наклониться до пола и достать, понимаете. Сейчас мне 37, и за 6 лет я все-таки вот так растянулась и освоила вот какие-то техники и асаны. Причем я все это сделала в принципе самостоятельно. Я такой, я самоучка. Я единственная пошла учиться в Академию йоги в Москве. Оффлайн как раз-таки в том году. Но я не закончила. У меня есть такая особенность, что я очень много чего начинаю, но я не заканчиваю. И потом это сама добираю. Я не знаю почему. Я ухожу, я не получаю диплом, но потом я все равно возвращаюсь и начинаю это изучать самостоятельно. Но я, наверное, нет. Я знаю почему. Меня почему-то вот... Меня останавливают вот эти экзамены. Мне на самом деле почему-то вот как-то к этим экзаменам вот в этом возрасте... Потому что я в школе очень плохо училась. И для меня вот, наверное, отложилось все это. И я действительно, я ухожу. Я не заканчиваю. Я так же актерская не закончила. Я ушла. А год не доучилась. То есть что-то со мной происходит, что мне хочется бежать от этого. Хотя потом я снимаюсь в кино. У меня действительно есть к этому стремление. Я преподаю актерское мастерство. Но вот до диплома я не дотягиваю. Ну вот такая я сбежавшая девчонка, которая постоянно куда-то бежит. Крутая школа федерации йоги. Вот если вы хотите учиться на педагога, я бы вам советовала туда идти. Там потрясающие педагоги. Там очень полная программа. Все предметы. Потому что если посмотреть разные школы йоги, которые предлагают обучение, то, конечно, это очень грамотный подход. Там Серега, он куратор всего этого. Поэтому нет, я прям вам рекомендую. Если вы хотите пойти учиться, идите в академию йоги. И, кстати, именно академия йоги научила меня вот этим базовым, правильным асанам. Я же поучилась там все-таки. То есть я получаю знания, которые мне достаточно, которых мне достаточно, и я ухожу. Ну вот какая-то я такая странная женщина. Саша, объясни, ведь если мы выбираем в жизни продукты, действия, которые полезны, но не приносят удовольствия, разве так правильно жить? Я себе? Нет. Конечно, нет. Я, например, тоже была на таком пути. Может быть, вы сейчас узнаете себя, расскажу за себя, а вы, наверное, сейчас поймете, что я имею в виду. Вы знаете, я в свое время была веганом. Я сидела на ростках, и потом я стала сыроедом. Сыроедом я пробыла где-то месяца три. Я ела ростки. Я ела только растительную пищу. Я не потребляла вообще белок. И, кстати, если вам интересно, вы можете пролистать ленту два года назад. Как раз такой период. Даже рецепты у меня все такие были. Только салаты, только что-то такое. Мне это, честно говоря, особенно не нравилось, потому что веганская пища, она в основном очень пресная. То есть я не ела сахар, не ела мед, ну ничего вообще. Вот только все такое. Все только выращенное. И в какой-то момент я поймала себя на мысли, что я это ем, потому что полезно, потому что кто-то мне об этом сказал, что это полезно. Но как оказалось, в итоге пользы мне это не принесло, потому что у меня пошли дичайшие проблемы с кожей. Не знаю, у меня вообще сухая кожа, и, в общем, у меня жуткое было обезвоживание кожи. У меня повисли коленки. Я всегда буду об этом рассказывать девочкам, чтобы кого-то напугать. Кто хочет сейчас перейти на сыроедение. У меня вот как колготки растянулось. То есть не было абсолютно коллагена в коже за счет того, что я не ела животного белка. И вообще белка не потребляла, а сидела только на фруктах, на овощах и на ростках. Для меня это был, конечно, полнейший шок, но я еще как-то старалась. Для меня это была депрессия дичайшая. Как же я уйду с сыроедения? Ведь это так полезно. Ведь все говорят, что все это смерть. Нужно придерживаться этому питанию. Я еще йогой занималась. А йог же вообще говорит о том, что нужно есть мало, нужно есть больше воды, только растительную пищу. То есть вся вот эта философия. И потом я поняла, какая же это ерунда. Вся эта философия. Потому что философия жизни твоя. Каждому организму что-то свое необходимо. Кому-то подходит есть мясо, кому-то нет. Кто-то может быть сыроедом. Я, например, нет. И я поняла, что мне невкусно. Я не кайфовала от этого. А сегодня я получаю удовольствие от еды. Я ем все по чуть-чуть. Ну, кроме мяса. Мне просто не нравится мясо. Мне не нравится этот запах. Меня тошнит. Я даже стала есть сыр, который я не ела несколько лет. Мне захотелось. Я с удовольствием ем сырок. Три-четыре кусочка в день. С удовольствием. И мне стало вкусно. Я покупаю сейчас только те продукты, которые мне вкусны. И вы знаете, когда говорят, что мы рабы своего желудка, в какой-то степени да. И очень странно, да. Нам говорят, чревоугодие – это грех, если брать грехи по Библии. И в то же время нам дают такое изобилие в пище. То есть зачем же нам это делать? Зачем нам это делать? А за тем, чтобы ты выбрал что-то свое и ел все по чуть-чуть. Не обжирался. Но я не позволяю себе обжираться. То есть я всегда, у меня стопор на еду. Стоп. То есть если кто-то может неосознанно есть, 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 и потом, боже мой, сколько я съел, у меня такой не бывает истории. У меня бывает такая история, только когда у меня читмил. И я себе позволяю, у меня раз в неделю читмил. Это разгрузочный день. Загрузочный день. И я себе позволяю есть много. Например, я могу съесть две горсти орехов, когда в жизни я не позволю себе в будни. Я могу съесть какой-то десерт. То есть я загружаюсь конкретно. Я могу съесть, даже поесть в 9 часов вечера. Но это один раз в неделю. Все остальное у меня всегда стоит такой, как говорится, контроль, стоп-контроль на еду. Потому что если ты переешь, завтра будет мне лично плохо. И мне должно быть вкусно. Надеюсь, я ответила вам на вопрос. И мое мнение, что в жизни человек должен получать все-таки удовольствие. А если мы не будем получать удовольствие, образно говоря, от еды, если мы не будем получать удовольствие от того, что мы созерцаем, если мы не будем получать удовольствие от созидания, от того, что нас окружает, и от самой себя, тогда мы опять куда спускаемся, куда мы идем? Естественно, мы ищем счастье в других людях, а это утопия. Это не счастье. Это сразу можно сказать, что мы себя начинаем хранить, когда мы ищем счастье в чем-то, в деньгах, в людях, в работе, когда я говорю, если у меня вот это будет, то я буду счастлив. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Осознанный подход косметический. Даже просыпаешься лучше, когда кушаешь хорошо. Зачем тогда нужен загрузочный день, если на следующий день будет плохо? Нет, а мне неплохо. Если я буду переедать каждый день, мне будет плохо. А после загрузочного дня один раз мне неплохо, мне очень даже хорошо, поэтому я его устраиваю один раз. А люди объедаются каждый день, а это же накапливается, становится плохо, у тебя становится непроходимость в кишечнике, у тебя забита вся 12-перстная кишка. То есть я начинаю думать уже о том, а что происходит в моем организме, понимаете? Как бы я вижу себя не просто оболочку, я еще думаю, что я закидываю себя вовнутрь, понимаете? И как там все это у меня усваивается? Я же слежу очень сильно. И поскольку я занимаюсь йогой, я всем девочкам говорю после каждой практики, погрузитесь в себя, отследите свои ощущения. Это не просто слова «отследить свои ощущения». Я живу так. Я ежедневно встаю, просыпаюсь и отслеживаю ощущения в теле. А что у меня сегодня? А как я сегодня себя ощущаю? Это очень интересный процесс. И ты начинаешь его перекладывать во все. Ты начинаешь ощущать других людей, ты начинаешь их видеть, чувствовать. Когда ты начинаешь чувствовать себя, ты чувствуешь и окружающую обстановку. И поэтому я себя вижу, даже когда я что-то ем, я понимаю, как у меня это усвоится. То есть все процессы я стараюсь контролировать, чтобы мне было везде хорошо. Я как пианист играю на своем теле, на своих чувствах, я играю на этом. То есть я создаю сама себе настроение, я настройки подкручиваю, понимаете? Это называется, ты начинаешь жить очень осознанно, и ты начинаешь своим телом управлять. Потому что когда мы приходим в этот мир, сначала нами управляет тело. Мы не можем им управлять. Нами управляют инстинкты, мы не можем их подавлять. Вот даже сейчас спросили про навязчивые мысли. Что это говорит? То, что ты не управляешь своим телом, управляет твоим телом твои мысли, твое сознание, твои чувства, эмоции, инстинкты. А наша задача взять бразды правления и начать управлять этим. Вот этим я и стараюсь заняться. Александр, здравствуйте. Как начать отвечать людям, которые нападают в словесном разговорах? Как научиться отвечать таким людям? Вы знаете, самая, на мой взгляд, ужасная такая формулировка, которую вы сейчас назвали. Как научиться отвечать таким людям? Вопрос, а зачем вам нужно учиться отвечать таким людям? Ваша задача – отказаться от общения с такими людьми. Вам не надо этому учиться. Это либо есть, либо нет. Вообще хабальство и умение хлестко ответить на негатив – это с рождения. С рождения. Вот у меня было столько друзей и подруг, и в основном я всегда с такими дружила, которые могли ответить. Я никогда не умела. Я всегда, как вы говорили, что я хочу научиться. Я на Доме-2 очень хотела этому научиться, потому что когда была, вот как раз я была последний раз, то есть там были такие девчонки, которые так могли словом обидеть, так могли ответить, а я терялась. Я думала, ну почему же я этого не умею? А потом до меня доперла. А зачем мне учиться? Зачем я должна опускаться до уровня тех людей? Что происходит, когда мы хотим научиться отвечать негативным людям, но отвечать, что мы делаем? Мы спускаемся до их уровня. Вы не зовете их с собой, поднимайся до моего, до разговора, а ты спускаешься вниз. И что происходит? Этот негативный человек, он счастлив от того, что ты осталась с ним. Потому что негативный человек никогда не сможет возвышенно мыслить, не сможет вот так по-доброму отвечать на вопросы, теряться, чувства. Ведь сейчас нам говорят, что слабость, проявление слабости, это когда ты чувствуешь, когда ты теряешься, когда ты краснеешь. Это плохо. Нужно скрывать, нужно отвечать, нужно быть очень жестоким в этом мире, тогда ты выживешь. А я вам говорю наоборот. Вот это все тянет нас вниз. Хабальство, какие-то издевки. Откажитесь от общения с такими людьми. Выстроите свой внутренний мир и свою жизнь так, чтобы такие люди не входили в ваш круг. Кто-то скажет, что это невозможно, а я вам скажу, возможно. Вы знаете, где я была? Я была на Доме-2. И люди до сих пор удивляются, каким образом ты там выжил, Саша. Вот посмотрите на Сашу и сделайте наоборот. Саша пыталась подстроиться под то, что было там, научиться, как вы сказали, этому хабальству. А сегодня я поняла, я лучше никогда не пойду туда. Я не буду с такими людьми общаться. Но я буду выше в собственных глазах. И я не буду этому учиться, потому что мне научиться этому невозможно. У меня настройки другие. Я чувствую людей по-другому. Я не могу их так обижать, как могут те люди, которые оскорбляют. Понимаете, что мы разные. Это не говорит, что они плохие. Не говорит об этом. И я тоже не говорю, что это хорошо. И говорит то, как я себя прочувствовала. Понимаете? То есть каждый человек должен понять, кто ты в этом мире. Ты хищник или ты жертва? Ты созидатель или ты потребитель? Да? И вот тогда, когда ты сам себя определяешь в какую-то из категорий, ты говоришь, это моя жизнь, мой путь. Но не вправе. И я не скажу, что потребитель – это плохо. Без потребления не было бы созидания. Без плохо не было бы хорошо. Но всегда ты помни. Нужно ли тебе спускаться на какие-то уровни? Или ты пойдешь своей дорогой выше и выше? То есть если тебе что-то мешает, тебе фонит, ты проходишь. А вы хотите этому научиться. Зачем же тратить на это время? Это бессмысленно. Потому что вы никогда не будете лучше их. Они всегда вас переговорят, как бы вы ни учились. Сегодня хороший день и большой церковный праздник. Хамят от недостатка любви, таких жалко. Хищник всегда ищет жертву. Саша, как мне поступить? Соседка напрашивается с лучатами посмотреть щенят. А я против и не знаю, как ей сказать, чтобы не обидеть. А очень просто. Скажите, а я вот сейчас не хочу. Вот нет совершенно настроения. Когда будет, обязательно позвоню. Да? Все. Вы знаете, что нам всегда кажется, что если мы ответим правду, мы обидим человека. Но я, в свою очередь, для себя решила такую вещь, то, что чем проще и чем честнее ты будешь с людьми... Вот представляете, вот вы сейчас мне говорите. Саш, можно к тебе прийти в гости сегодня вечером? А я вот, честно, не хочу сегодня гостей. Сейчас я поеду на работу, у меня свои планы. Я вам скажу. Ой, да вы не сегодня. Вообще настроения нет. Вы обидитесь? Вот на такой посыл вы обидитесь? Это честно. И ты понимаешь, блин, на самом деле, Сашка что-то работает там, и это, и то. Давай тогда посозвонимся в другой раз? Давай. Я всегда говорю правду. Если я не хочу, я говорю. А смысл мне сидеть с кислой миной и человеку портить настроение? Если я... Еще идти против себя. Постарайтесь никогда не идти против себя. А если человек посчитал нужным на вас обидиться, вот за то, что вы действительно чувствуете, как вы хотите, ну тогда зачем вам этот человек нужен? Задайте себе вопрос. Тогда проблема у того человека не в вас. Не волосы дергать, а уметь на словах парировать. Это умение, либо есть, либо этого нет. Да, вот вы знаете, что самое интересное, если возвращаясь быстренько к той теме по поводу научиться отвечать на хамство, там, так же, хлестка. Удивительно, что в основном-то кто может так хлестко ответить, они могут в драку порезть, волосы выдрать. А вот таким разговором они не могут себя сдерживать. То есть что происходит? Почему человек, например, вот так отвечает хлесткой? Почему он такой может себя защитить, можно сказать? Только лишь от того, что он не умеет сдерживать свои эмоции. А люди, которые могут разговором все решить, это умение сдерживать себя, умение вовремя замолчать, умение вовремя отойти, поступить. И это не будет шаг назад. Или ты слабак, да, попробуй человек, который будет тебе волосы рвать, чтобы он отступил. Для него это будет поражение. Почему? Потому что он живет на уровне инстинктов. Это так было заведено. Если бой, то бьемся до конца, да, насмерть. Вот они так и живут. Это их жизнь. А люди, которые решают разговором, для них нет проблем сказать, ну ладно, хорошо, извини, давай закончим разговор. А их же трясти будет, они же тебя еще больше захотят ударить. Потому что ты сильнее. Я еще вчера говорила, красота внутри. И дух, он внутри. И можно быть слабой физически, но можно быть сильной духом. Даже если тебя побьют, но ты внутри осталась сильной. А вот с этим уже эти люди сделать ничего не могут. Они хотят тебя удавить, они не могут, потому что они не могут докопаться на тебя до внутренней. Они живут на уровне инстинктов. Ну это такая тоже тема интересная, конечно. Инстинкты, как люди живут и на каких вибрациях живут. Как научиться сдерживать свои эмоции. Выносливость, тренировка духа, йога. Вы знаете, я не могу сказать, там, сейчас я такая йога, там, выносливо, тренировка, умная стою. У меня тоже могут быть эмоции. Но когда я их выпускаю, я очень осознанно это делаю. Я говорю, сейчас я позволяю себя злиться. Потому что если я буду все сдерживать и буду абсолютно на нейтральной волне, то тогда я буду роботом, я буду абсолютно бесчувственным. И также я буду относиться к другим людям. А когда я сама могу проявить злость и говорю себе, а я тоже, например, могу позлиться, потому что мне нужно выпустить этот негатив, тогда я и уважаю других людей, которые также злятся. У нас есть настройки злиться, завидовать. То есть это все в нас встроено. У кого-то больше, у кого-то меньше. Но ты не можешь заблокировать какую-то... Если ты заблокируешь даже злость и никогда не будешь злиться, эта злость вылится через болезнь. Эта злость вылится через какой-то инцидент на дороге, например. То есть нам нельзя закупоривать. А нам что говорят? Так, вот тут этого делать нельзя, этого делать нельзя, этого делать нельзя. Вот потом все и лезет, как тесто из кастрюли, и ты не понимаешь, откуда, блин, все лезет, почему мне ничего не выходит, почему тут у меня сломалось, почему я это разбил, почему я в аварию попал. Потому что ты очень много сдерживаешь, и в этом ты не виноват, так диктует нам сегодня общество. Громко не смейся, много не говори, матом не ругайся неприлично, хотя иногда и я могу ругнуться в запале в каком-то. То есть я такой же человек, ну просто я себе позволяю, я не ругаю себя больше за это. Нужно отпустить ситуацию, все будет так, люди беременеют и тому подобное. Нельзя сдерживать себя, это вредно для здоровья, надо не встречаться с объектом раздражения, избегать, о, мама, отличника здесь. Сожить нужно, а не размышлять много, привет, друг мужа, у него жена не красится, а я крашусь, и этот друг всегда высмеивает, что я крашусь, что ему сказать, что не лез. Ну, смотрите, значит, вы, получается, смотрите, вот вас высмеивает друг, что вы краситесь. Значит, вы понимаете, то есть, вот, например, сейчас мне скажи, Саш, ну что ты такая вот страшная, ну, Саш, ну что у тебя там волосы какие-то не такие, пучок. Ну, я вообще не отреагирую, скажу, да ну, мне нравится, мне комфортно. Почему? Потому что я ощущаю себя в комфорте, я не выхожу и не боюсь, что мне кто-то скажет, что там у меня морщинка, там, папулка на шее, потому что мне комфортно, у меня все устраивает. Кого не устраивает, просто уходит. Что происходит с вами? Значит, на внутреннем уровне вы понимаете, что эта жена, которая не красится его, она лучше вас по какой-то причине. Может быть, где-то услышали, что краситься не надо или так далее. Когда вас высмеивают, он бьет вам по больной точке. Вы сами для себя не определились, вы хотите краситься или нет. А вот если вы не определились, поэтому вас и будут бить эти издевки. Как только вы для себя определите, что я кайфую, я накрасила глаза, что мне скажут, Саш, а красить с душью вредно. Скажут, ну и что дальше, не крась, я тебя не заставляю. Я с удовольствием накрасила. И румянки нанесла, и губки подкрасила карандашиком. С удовольствием. Тебе не нравится, не надо. Поэтому меня никак это не заденет, мне это не оскорбит. А поскольку задевает вас, значит, пока это ваша триггерная точка. Вы сами не определились, чего вы хотите. Возможно, вы хотите походить на эту подругу, чтобы вам не так же восхищался муж. Только он делает это специально, он же вампирит вас. Это же вампир, который кайфует от того, что вы теряетесь. Он кайфует от этого, он специально это делает. Как только вы перестанете ему давать эти вот эти вот эмоции, когда вы теряетесь, да, и злитесь, там, я не знаю, что вы делаете. Он перестанет это делать. Он вампирит вас. Нам страшно, говорят, что Россия завтра начинает штормить Киев. Ребят. Страшно, да. Этот друг, наверное, к вам дышит, этот стоп, неровно к вам дышит. Помогая другим, мы помогаем себе. Про вас мы уже все поняли. Может, хватит для себя жить, а заняться добрыми делами, благотворительностью. А кто вам сказал, что я не помогаю другим? Вам вопрос. Вы считаете, что благотворительностью можно заниматься только на показ? Благотворительность, она любит тишину. Если кто занимается благотворительностью на показ и показывает вам все и рассказывает, сколько что сделал, тогда это для эго. Спасибо большое, ребят. Спасибо большое, что были со мной. Я побежала на работу. Поехала на йогу. Я вас люблю. Эфир сохраню. Я думаю, что...